приветствую если ты владелец ноутбука ты открыл правильный ролик в данном видео я не просто сделаю обзор на три подставки для ноутбука я расскажу о их необходимости недостатках а также после просмотра ролика ты будешь знать как выбрать подставку правильно и сможешь понять нужно ли она тебе вообще я взял на обзор три различных подставки все от компании deep cool ну так уж вышло интересно сравнить три варианта с различным количеством вентилятором одним большим двумя чуть меньше и четырьмя небольшими вентиляторами суть ролика выяснить какая из них наиболее эффективно но и разумеется мы обратим внимание на другие факторы такие как внешний вид мобильность функционал и разумеется цена в тестировании будет участвовать мой старый добрый ноутбук asus n 550 jk ранее уже делал подобный ролик и не учел многие нюансы но с чего-то мне нужно было начинать свою деятельность на ютубе в данном ролике я учту все недочеты на нижней крышке моего ноутбука отверстий очень мало поэтому при тестировании именно с ним в собранном виде мы не особо поймем разницу во всех этих подставках поэтому нижнюю крышку я сниму для наглядности но я думаю вы сами понимаете что в большинстве современных ноутбуков игровых уж точно более менее ответственно относятся к вентилируемым отверстиям нежели в моем случае отдельная благодарность тем кто доверяет моим обзорам и может позволить себе поставить лайк авансом также не забываем подписаться разумным решением для наглядности будет провести нагрев видеокарты ноутбука без участия какой-либо подставки чтобы в дальнейшем при тестировании всех охлаждений в обзоре можно было провести объективную оценку разницы нагрева также в нашем обзоре поучаствует такая миниатюрная метеостанция с экраном от компании сяоми это не реклама кстати просто необычный девайс или обзор в обзоре называйте как хотите измерять температуру влажность и настроение китайского производителя к текущему климату пришла на смену обычному датчику без дисплея который работал лишь через головное устройство системы умного дома от сяоми в данной модели можно подключаться напрямую смартфоном по bluetooth используя приложение мехом и получать показания не вставая с дивана разумеется как и предыдущий вариант она подключается к основной базе от сяоми чтобы участвовать в процессе умного дома и отталкиваясь от определенной температуры и влажности можно было настроить определенный сценарий с увлажнителем например либо других умных устройств от компании сяоми и в комплекте небольшой кусочек двухстороннего скотча для того чтобы закрепить можно было данный девайс на любой вертикальной поверхности на стене например приступим же чтобы не отнимать много вашего времени я буду показывать просто скрин зафиксированный после нескольких минут нагрузки на видеокарту ноутбука когда температуру зафиксировалась и стабилизировалась за 7 минут температуру у нас нормализовалась в районе 90 градусов учтите что температура в комнате 30 градусов но судя по подходящему графику температуры это не предел но я не стала ждать и издеваться но над ноутбуком в такую жару а представляете что было бы если бы я не снял крышку ноутбука сверху еще можно было бы накинуть как минимум градусов 10 настало время взяться за подставки deep cool n1 ценник от 16 долларов это около 1200 рублей производитель предлагает данную модель в различных цветовых решениях моем случае это будет классика черный подставка с одним крупным вентилятором 180 миллиметров по размеру небольшая рассчитана для ноутбуков с размером экрана до 15 дюймов корпус нижняя его часть пластик верхняя сетка из металла она же основание на котором будет располагаться наш ноутбук в целом конструкция достаточно компактная и легкая если сумка у вас более менее просторная то вместе с ноутбуком также с легкостью можно брать данную подставку с собой на нижней части пластик глянцевый вид снизу конечно так себе все это очень сильно ляпается но я думаю не смертельно в конце концов на нижнюю часть нам особо не любоваться ко всему прочему здесь есть специальное углубление для размещения провода которым вы подключаете к ноутбуку эту подставку чтобы провод не висел либо не оторвался достаточно удобно кабель не укладывается в данное место конечно так как хотелось бы и местами провод все равно немного торчит ко всему прочему на проводе расположен регулятор громкости вращения вентилятора на случай если работая ночью в полной тишине гул будет доставлять неудобства можно понять скорость вентилятора обладает проходным юсб разъемом что очень полезно поскольку в ноутбуках юсб порт это дефицитная штука сюда можно спокойно подключить тоже мышку подставка обладает прорезиненными ножками чтобы не скользить по столу кстати в комплекте еще есть четыре запасные ножки на случай если старые решат сделать ноги также есть возможность приподнять верхнюю часть этой подставки за счет выдвигающихся ножек которые также дополнительно прорезинены между прочим и за устойчивость можно не беспокоиться думаю настала пора приступить непосредственно к тестированию в моем случае крышка ноутбука снята на которой расположены ножки ноутбука образующие пространство для забора воздуха и чтобы не создавалась воздушная пробка между подставкой ноутбуком и горячий воздух лучше выходил из-под ноутбука я использую небольшую приспособу в виде коробочки например от метеостанции для увеличения пространства по сравнению с тестом без участия подставки разница конечно же очевидно 80 градусов не сложно предположить что даже самая небольшая недорогая подставка немного облегчит работу ноутбука не нагревая его до предельных температур приступим к следующей подставке deepcool n8 цена от 25 долларов это около 1900 рублей производитель предлагает данную модель в двух цветовых решениях серебристый либо серый или черный моем случае это классика черный подставка данная с двумя вентиляторами по 140 миллиметров рассчитана для ноутбуков до 17 дюймов подставка очень увесистая при этом выглядит она достаточно круто верхняя часть из алюминия довольно громоздкая поэтому для переноски с собой будет неудобно ножки прорезинены подставка обладает съемным кабелем и usb хабом на три порта что позволит не просто не занимает разъем usb в ноутбуке так еще и добавит их подключается портом слева и получаем три порта справа также присутствует кнопка включения выключения самой подставки но регулятора вращения к сожалению нету мой 15 дюймовый ноут отлично располагается на ней запускаем стресс-тест показатели температуры почти такие же 79 градусов ну 1-2 градуса я думаю что будет разумно списать на погрешность тем не менее эффективность разумеется есть последняя подставка в нашем сегодняшний обзоре deepcool multicore x8 прямо как название какого-то крутого многоядерного процессора цена около 40 долларов это где-то 2 900 рублей обладает четырьмя вентиляторами по 100 миллиметров рассчитана для ноутбуков до 17 дюймов на верхней части расположена алюминиевая решетка довольно добротная что делает подставку весьма нелегкой снизу у нас пластик при этом она довольно тонкая сложном состоянии выглядит достаточно компактно если сумка для переноски ноутбука просторная то ее можно разместить сумки и взять с собой куда угодно ножки прорезиненные хоть и небольшого размера дополнительные выдвигающиеся ножки для увеличения подъема верхней части подставки кстати не прорезиненные в отличие от предыдущего варианта юсб кабель здесь съемный с левой стороны встроен так называемый мини хаб который правда не увеличивает количество портов а лишь высвобождает занятый порт тут же рядом располагается и регулятор скорости вращения вентиляторов от состояния выключить до максимум хоть и рассчитана она для ноутбуков до 17 дюймов моя пятнашка на ней размещается более чем отлично в целом выглядит эта подставка очень достойно не портит внешний вид рабочего места оставляем ноутбук на подставки и засекаем несколько минут с запущенным стресс тестом показатели температуры достигли 81 градуса как я уточнял ранее 1 2 градуса мы спишем на небольшую погрешность поэтому эффективность у этой подставки также достаточно неплохая как и у других подведем итог так как эффективность этих подставок не вызывает никаких вопросов а итог этого тестирования таков что практически любая подставка так или иначе помогает охлаждение ноутбука но имейте в виду что цена этого охлаждения будет повышенная запыленность вашего ноутбука вследствие чего придется проводить над ним ход гораздо чаще при этом выбор подставки довольно индивидуален для каждого ноутбука поскольку расположенное отверстие за для забора воздуха в нижней части вашего ноута в разной модели по-разному и вам нужно выбрать такую подставку вентиляторы которые будут напрямую подавать воздух систему охлаждения вашего ноутбука а если в нижней крышке ноута у вас как и у меня дуршлаг без дырок и его съема в планах не было от подставки толку не будет вовсе но знаю что многие мастерские предлагают услуги по улучшению данного недостатка можете посмотреть в интернете выглядит это в основном довольно прилично они просто как рассверленные дырки выбирайте в товары правильно не переплачиваете если она того не стоит всем огромное спасибо за просмотр не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал впереди еще будет очень много полезных и интересных материалов и тестов всем пока